В эфире итоговый выпуск программы Буганфорум. Я Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Коротко о главных событиях. Как устоять перед самыми коварными вирусами? На Брещене продолжается кампания по вакцинации. О тех, кто дарит нам улыбки и радость. Профессиональный праздник и День работников культуры отмечается в нашей стране. Юные спортсмены и взрослые рекорды. В Бресте прошло участвование пловчихи и мастера спорта международного класса Анастасии Шкурдай, которая в свои 14 уже успела поставить 17 рекордов Беларуси. Об этих событиях прямо сейчас. Ежегодная вакцинация против гриппа на Брещене набирает обороты. Горожан начали прививать еще с сентября. Плановая цифра в 2017-м – около 520 тысяч человек. В прошлом сезоне именно благодаря вакцинации было предотвращено более 23 тысяч случаев заболеваний. О ходе превентивных мероприятий на Брещене в первом материале выпуска. Зимой на территории Беларуси будут циркулировать три штамма – вирус группы Б из Брисбена, группы А – гонконгский и мичиганский – свиной. Областной центр встречает грипп во всеоружии. За счет республиканского бюджета закуплено более 520 тысяч доз. Сегодня для бесплатной иммунизации можно использовать давно знакомую вакцину Гриппол+. На платной основе доступны инфлювак и ваксигрипп. Гриппол плюс будет использоваться для всех контингентов, как за счет республиканского, местного бюджета, так и за счет предприятий и личных средств граждан. А инфлювак и ваксигрипп будут использоваться на платной основе для иммунизации работников предприятий за счет средств предприятия и за счет личных средств граждан. Все эти вакцины прошли проверку, лабораторный контроль, государственную регистрацию. То есть они тщательно проверены и могут быть использованы. За счет средств республиканского бюджета 19%, население за счет местного 13%, ну и остальные за счет средств предприятий и личных средств граждан. К прививочной кампании против сезонного гриппа присоединяются все больше брещан. Вакцинацию поддержали и главные государственные санитарные врачи. Не остались в стороне и представители вертикали власти. Чиновники на личном примере показали важность вакцинации для сохранения здоровья. О том, почему прививается вице-губернатор края Олег Величко, рассказал нашей съемочной группе. Раньше я не все время прививался. Последние годы, в общем-то, я понял, хотя и доктор, но, в общем-то, пришел к мысли, что это правильно, что должен каждый человек прививаться. Ну, потому что действительно сегодня есть некая статистика, и я ее могу оценить. Эта статистика показывает, что тот, кто прививается, тот, в общем-то, намного реже болеет, скажем так. Бывает, что и тот, кого привили, иногда заболевает. Но такие случаи, это единичные. Основная масса людей, которые прививаются, они благополучно переживают вот этот неблагоприятный период осенне-весенний, когда подъем острых респираторных заболеваний и гриппа. В Брестской области ежегодно вакцинируется не менее 40% населения против гриппа и урии. В прошлом году это было где-то 530 тысяч населения. В этом году также мы планируем привить против гриппа более 500 тысяч человек. На протяжении шести лет в Брестской области школы не закрываются на карантин, а уровень заболеваемости гриппом ниже порогового. Однако еще пару лет назад число привитых было почти в четыре раза меньше, чем сегодня. Благодаря тому, что ежегодно проводятся эти вакцинации в нашей республике, уже несколько лет нет грозных эпидемий с серьезными осложнениями в виде смертельного исхода. Кого нужно привить в первую очередь? Конечно, мы прививаем то население, которое страдает хроническими заболеваниями. Это и сахарный диабет, и заболевания, хронические заболевания легких, бронхиты, пневмонии повторной, бронхельной астмы и так далее. Далее прививаются люди, которые находятся в сплоченных каких-то коллективах. Детские сады, школы, работники, люди, которые по роду своей деятельности контактируют с большим количеством людей. За и против прививок. У каждого, несомненно, свои аргументы в пользу того или иного выбора. Любая вакцина против гриппа не предполагает полноценную защиту от сезонной болезни, но гарантирует, что если человек подхватит недуг, то он пройдет в легкой форме и без каких-либо серьезных осложнений. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. В эти выходные свой профессиональный праздник отметят люди искусства. В Беларуси 8 октября – День работников культуры. В нашей стране более 65 тысяч человек имеют непосредственную причастность к торжеству. Это поэты, писатели, художники, работники музеев и библиотек, музыканты, руководители творческих коллективов. В преддверии праздника самые талантливые представители творческой интеллигенции стали участниками большого мероприятия, которое прошло накануне в городе Надбугом. На праздники тех, кто дарит радость другим, побывала наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Культура – это большая творческая сфера, которая объединяет самых удивительных людей – писателей и художников, поэтов и музыкантов, скульпторов и ремесленников. Она многогранна, интересна и очень важна для каждого государства. Ведь именно культура раскрывает нацию, ее менталитет и традиции. Представители этого самого творческого направления дарят другим главное – умение чувствовать, радоваться и сопереживать, поддерживать и восхищаться. В преддверии профессионального праздника всех этих ярких, неординарных, талантливых личностей объединило одно большое торжество. В городе Бресте довольно-таки много работников культуры. Официально в городских организациях работает около 600 человек. Это в 10 городских организациях культуры. Но ведь еще есть и областные организации, еще есть частные лица, которые занимаются культурой, есть художественная самодеятельность. Я думаю, что можно, положа руку на сердце, сказать, что половина города нашего занимается в культуре. Конечно же, профессиональный праздник – это отличная возможность поблагодарить всех тех, кто трудится на творческой ниве. Сказать спасибо за радость, которую каждый из них дарит своему зрителю. В торжественной обстановке лучшие были удостоены почетных наград от городского и областного исполнительных комитетов. Каждый из тех, кто в праздничный день поднимался на сцену, живет своей профессией. Постоянно развивается и совершенствуется для того, чтобы вновь выйти к зрителю и радовать его своим талантом. Есть одна удивительная вещь, которую, к сожалению, нигде не учат. Это умение дарить людям радость. Я думаю, каждый работник культуры, для него это очень почетная миссия – дарить людям радость. Неважно, какая атмосфера вокруг, какая погода сегодня. Просто доставлять людям радость – это, я думаю, очень ценится, очень важно. Ну, в принципе, это очень значимо для людей. Мы благодарны нашему зрителю, который ходит на наши мероприятия, который ходит в театр, в кино, который посещает наши концерты. Он сам обогащает себя. И, конечно же, благодаря ему мы живем, развиваемся, творим. Награды призваны стать очередным стимулом для творческой интеллигенции областного центра. Ведь развитию, как и совершенству, нет предела. Впереди новые интересные проекты, которые должны стать фундаментом и хорошей базой для празднования тысячелетия Бреста. К слову, эта дата может стать символичной вдвойне. Согласно планам исполнительного комитета СНГ, в 2019-м город над Бугом может стать культурной столицей этого большого объединения. И даже к такому ответственному статусу в Бресте готовы. Для нас это будет очень почетно. Это как второй раз, один раз мы уже были культурной столицей. И именно работники культуры только помогут сделать это, осуществить. Это даже не праздник, а какое-то событие. Анастасия Инна, Сдрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Учреждение образования с богатейшими традициями в области творчества, науки, культуры и спорта. Все это про центр дополнительного образования детей и молодежи города, который вчера разменял свой пятый десяток. Этому заведению действительно есть чем гордиться. Девять образцовых и народных коллективов, регулярные достижения и триумфы в различных городских, республиканских и международных инициативах. На торжественном мероприятии по случаю 40-летнего юбилея побывала и съемочная группа телеканала Бук-ТВ. За полчаса до начала праздника в холле Центра молодежного творчества все признаки аншлага. Но такой бурной оживленности никто не удивляется, ведь это громкий юбилей Центра дополнительного образования детей и молодежи города. Учреждение славно своими образцовыми коллективами, а это тоже немаловажно, когда они есть. Учреждение славно в постом памяти, в мемориальном комплексе Брестской крепости Герой, которому в этом году исполнилось уже 45 лет. Учреждение славно своими педагогами и педагогическими традициями. И благодаря педагогам, педагогическим традициям, благодаря учащимся и благодаря их родителям дополнительное образование в городе Бресте на достойном уровне. Четыре десятка лет – это поистине значимая дата. Хотя впервые Центр, тогда еще городской дом пионеров, упоминается в архивных документах. В 1952 веке летописи учебного заведения официально ведут свой отчет 77-го. Те люди, которые с самого начала строили крепкий фундамент учреждения, вспоминают годы становления как сложное, но лучшее время. Люди, которые хотели работать, желали работать, понимаете, ведь внешкольного работника ни одно учебное заведение не готовят. Внешкольный работник приходит по зову сердца, понимаете, любовь к детям, профессиональное мастерство, работа с родителями. Вот это все должно объединить было внешкольники. Мы делали капитальный ремонт. Во-вторых, у нас было очень много интересных новых форм работы. Это первый психолог в городе Бресте, это у нас был. Это первый конкурс на лучшего руководителя кружка мы проводили в республике. Как сейчас помню, я пришла в Центр 12 ноября 1986 года. Прошло уже 30 лет, 31 год в этом году. Конечно, Центр, тогда дом пионеров и школьников, и тогда был значимым учреждением в городе, потому что дети бежали с удовольствием, занимались в кружках, танцевали. Уже на тот момент были несколько образцовых коллективов. Сегодня педагоги занимаются дополнительным образованием и 1 800 юных брещан. Это одно из крупнейших учреждений образования города. К слову, кружков и образовательных программ в учреждении настолько много, что заведение превзойдет любой престижный университет. В стенах Центра ребята развивают творчески и воспитывают в них самостоятельность и ответственность. Сейчас воспитанников у нас ровно в три раза больше, пять отделов, увеличилось направление работы очень много. Ну и сейчас очень важно, я думаю, как и во все времена, это единство родителей, детей и педагогического коллектива. Мы всегда в своей работе опираемся на запросы настоящего времени, на запросы родителей, на запросы детей. И, конечно, с каждым годом у нас расширяется сеть кружков, расширяется сеть направлений деятельности. Спектр деятельности крайне широк и разнопланов. Музыка, живопись, техника, изучение иностранных языков, актерская школа, курс журналиста. Это не полный список увлечений и бреска молодежи. В учебном заведении делается все возможное, чтобы, покинув его стены, у ребенка были все шансы успешно реализовать себя в обществе и чувствовать себя уверенно в окружении сверстников. В Центре внимания инновации. На текущей неделе в городе Надбугом прошло сразу два мероприятия, посвященных данной теме. Начался предметный разговор на шестой международной научно-практической конференции «Инновации. От теории к практике». Продолжился на бирже деловых контактов перспективный научно-технический разработки и инновационное развитие регионов. Подробнее расскажет наш корреспондент Анастасия Стропко. Шестая международная научно-практическая конференция прошла на базе Бресского государственного технического университета. Мероприятие собрало на одной площадке порядка 40 человек – представителей науки из Беларуси, России, Польши и Литвы. Старт конференции дало пленарное заседание, затем работа была продолжена в секциях. Темы докладов, выступлений имели широкий охват – от проблем современной экономической теории и инновационной деятельности предприятий до оптимизации процессов в логистических поставках. Темы поднимаются на болевшие, они каждый год, наверное, актуализируются, обсуждают, обмениваются идеями, выявляют какие-то проблемы, пути их решения. Поэтому данное мероприятие очень важно. Трансфер технологий от идеи документализации – это очень сложный процесс, очень трудоемкий. Это такая пропасть, которую нужно решить, она решается годами многими, то есть учеными предлагаются различные идеи, как это все. Но скажу простым языком, если продукт нужен, экономически рассчитан, выгоден, то есть он будет реализован и воплощен в жизнь. Мы должны углубить свои знания о делах, которые происходят в Беларуси. Беларусь, хотя близкая в географическом плане, и в историческом, и в культурном, и в других, но в экономическом как раз не очень. И, по-моему, очень не хватает знаний у нас о ваших делах и у вас о наших экономических делах. Надо прежде всего познакомиться и определить такие направления, в которых прежде всего можно получить обусторонную выгоду. Во второй половине дня диалог продолжился в научно-технологическом парке. Здесь состоялась биржа деловых контактов. Мероприятие было разделено на две части. Первая – выставка инновационных разработок и продукции региона. В числе участников – Брестская IT-школа. Школа МАИТ проводит подготовку специалистов в сфере информационных технологий с юного возраста. У нас есть разработанная нами система обучения детей, подростков и взрослых, которая позволяет в максимально короткие сроки помочь человеку обрести необходимые навыки и компетенции. Участие в бирже деловых контактов принял председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин. Он высоко оценил уровень мероприятия и его участников, а также в целом деятельность Пресского технопарка. Есть те проекты, которые действительно очень интересны, идут в последних трендах и на пике, скажем, и науки, и технологий. Это проекты в области виртуальной реальности, это и создание различных, ну, вполне абсолютно практических направлений. Это и здоровое питание, и удобрение, и переработка отходов, то есть, и энергетика. То есть, это все новые проекты, которые сегодня востребованы в республике, но и могу сказать, что они ничуть не уступают. Не то, что, можно сказать, регионально, они вполне достойны и республиканского уровня. Вот часть проектов, которые в области, и энергетики, информационных технологий, я думаю, мы, по крайней мере, рассмотрим на уровне республики. Ну, и если будет экономически определенный эффект и интерес, вполне я не исключаю, что будут внедрены на уровне целой страны. Во второй части мероприятия состоялись выступления представителей Комитета по науке и технологиям органов местного управления, а также презентация инновационных разработок, имеющих высокий потенциал коммерциализации. Анастасия Стробко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Осень – это не только начало учебного года. Это еще и пора школьных юбилеев. 25-й день рождения отметила самая большая школа Ленинского района города Бреста – 32-я. За буднями и праздниками учреждения, где воспитывают таланты не только в образовательном направлении, но и в эстетическом, наблюдала наш корреспондент Ирина Альшова. Наше знакомство с 32-й школой началось с торжества. Педагогический коллектив отмечал юбилей – 25-й день рождения. Поздравить учителей со столь знаменательной датой и вспомнить, какой путь прошла школа за эти годы, пришли глава администрации Ленинского района, представители городского отдела образования, коллеги и ветераны школы. Самое большое спасибо хотелось сказать школе за то, что сохранили нашу атмосферу. Вот этот дух школы и сохранили те традиции, которые мы с вами еще тогда заложили. Это наша гордость, это наша любовь, это наше детище. И очень хочется, чтобы она развивалась, развивалась и развивалась. 25-летний юбилей – это время обретения традиций и своего авторитета. Как отметил глава администрации Ленинского района Геннадий Борисюк, учитель на Березовке – это не просто педагог. Сегодня средняя школа номер 32 стала настоящим культурным центром этого района. Березовка – это окраина нашего города. Здесь мы не можем похвастаться огромным количеством каких-то социальных объектов. И поэтому в полной мере 32-я школа – это центр. Центр культуры, центр встреч. То есть, в общем-то, авторитет учителя на Березовке очень высок. Школы и директоры. Поэтому, если брать с этой точки зрения, то в моем понимании 32-я школа с этим справилась. Справляться педагогическому коллективу, а в школе трудятся 116 учителей, приходится с различными задачами. Здесь, в творческом тандеме, вот уже четверть века гармонично соседствует общее образовательное и эстетическое направление, что позволяет учащимся получать самое разностороннее образование. С одной стороны тяжело, а с другой стороны очень приятно, потому что всегда мы чувствуем поддержку наших родителей, которые всегда идут нам навстречу, всегда идут с удовольствием в школу, всегда нам помогают. То есть мы как бы аккумулируем всех вот близлежащих, скажем так, микрорайон, потому что здесь практически ничего пока нету на сегодняшний день. И являемся вот таким вот, наверное, центром все-таки. Образовательным центром 32-я школа стала для 1240 учащихся. Помимо изучения общеобразовательных дисциплин, занимаются ребята в классах с эстетическим уклоном. Изобразительное искусство и хореография, вокал и театральное мастерство. Эти направления у детей востребованы всегда. У нас даже порой возникает спор среди учителей начальных классов. Какой же класс мне взять? Я хочу музыкальный, а я хочу хореографический, а мне бы взять художественный класс. Ну, скажем так. И это делает тоже свое благородное дело. Пример учителя общеобразовательных предметов, пример учителя эстетических дисциплин. Для ребят вот этот союз, для ребят всегда является примером. Основное кредо десяти педагогов эстетического направления – каждый ребенок талантлив. Главное – помочь этому таланту раскрыться. И пусть из юных художников не получится – Выснецов или Шишкин – наставники научат ребят видеть прекрасное в обычном. Мы не хотим сделать из них великих художников, но мы в них развиваем первое чувство прекрасного. Мы учим их это прекрасное видеть в окружающем мире. Мы учим их потом то, что мы научились на уроках, применять в жизни дальше. И видеть прекрасное во всем мире. Делая первые шаги в стенах школы, юные таланты быстро выходят на новый уровень. В 2010 году с приходом педагога Натальи Таргунской хореографическое направление получило второе дыхание, а школа вошла в число фаворитов на самых престижных творческих состязаниях города. Талантливый учитель обучает малышей быть не только пластичными. Это внешность, вкус, который формируется именно на занятиях по хореографии. Вкус не только внешности, но и музыки, потому что очень важен у нас подбор музыкальный. Музыкальное направление – особая гордость школы. За эти годы здесь появились свои звезды. Например, Владимир Поплинский – воспитанник педагога по вокалу Анны Василюк. В свои 15 лет он сумел покорить не только республиканскую сцену, но и стал обладателем гран-при международного конкурса «Славяночка-2017». На сегодняшний день это достаточно сформированный певец, который владеет замечательно своим голосом, который является победителем огромного количества конкурсов не только нашего местного масштаба, но и республиканского, и международного. Не менее высокого уровня достигли Дарья Бакуменко и Екатерина Максимчик – вокалистки группы «Комода». Педагогический талант Анны Василюк сделал девушек настоящими звездами не только на конкурсах, но и в интернет-пространстве. Со второго класса мы занимаемся в вокальной студии у преподавателя Василюк Анны Валерьевны. Также мы занимались ансамблем в этой школе и были лауреатами разных конкурсов, таких как «Золотой петушок», «Ступени, крылья», «Золотая лира», «Здравствуй, мир». Также мы очень много проводили время вместе с этим коллективом, с нашим трио, даже тоже занимались у этого же педагога. Я 9 лет отучилась игре на фортепиано и ни капли об этом не жалею. Мечтает свою жизнь связать с музыкой и юная пианистка Евгения Лукинович. Любовь к прекрасному и созвучному ей привела педагог Богдана Поливода, которая окончила эту школу и вернулась сюда уже в статусе наставника. Я занимаюсь музыкой уже на протяжении 9 лет. И когда я была маленькая, я наблюдала, как играют мои старшие сестры на фортепиано и попросила маму записать меня на кружок. Я бы очень хотела, наверное, связать свою жизнь с музыкой, особенно с этим инструментом и вокалом. Творческое сердце школы – выставочный зал. С 2005 года здесь проходят концерты, выставки и творческие отчеты девятиклассников, завершающих обучение эстетического цикла. Есть у школы и свой золотой фонд – более 180 картин юных художников. Успехи школы – заслуга педагогического коллектива, который сумел наладить преемственность поколений. 25 лет для истории – это капля, это секунда. Для нашей школы это много почему? Потому что за это время она смогла стать 32-й школой. С тем лицом, который у нее сейчас, с замечательным коллективом, который сформировался вот тогда у истоков и существует по сей день. С замечательным контингентом родителей и учеников, потому что они сложные, одни проблемные, но они наши. В нашей школе, поскольку в школе уже 25 лет, и выросла такая группа родителей, которые нынче уже являются самеры, бывшие ученики нашими родителями. Конечно же, у нас очень много детей обучаются, чьи родители заканчивали нашу школу. Школа – это живой организм, и впереди у нее еще много планов и задумок, которым обязательно суждено осуществиться. Школу будущего хочется. Хочется, мы интенсивно внедряем на сегодняшний день информационные технологии, электронный дневник, электронный журнал. Все хочется, чтобы это заработало по-настоящему. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска. К другим темам. Подготовка спортивного резерва. Это основа высоких достижений и успешной конкуренции на международной арене. На Брещене спортивные таланты успешно растят в Барановичах, Ляховичах, Пинске. Но основной кузницей будущих чемпионов по-прежнему остается город над Богом. Среди восходящих звезд спорта – легкоатлеты Никита Коляда и Виктория Захарчук, стрелок из Лука Александр Куратник, а также мастера академической гребли Кристина Староселец и Яна Цупа. Однако настоящей сенсацией 2017 года стала брещанка Анастасия Шкурдай. Впервые в истории белорусского плавания юная пловчиха стала мастером спорта международного класса в 14 лет и в текущем сезоне установила 17 рекордов страны. С белорусской русалочкой пообщались наши корреспонденты. В областном центре Олимпийского резерва по водным видам спорта чествовали юную брестскую звездочку Анастасию Шкурдай и ее тренера Ольгу Ясинович. В свои 14 лет спортсменка успела отличиться на самых престижных международных стартах, войти в состав национальной сборной по плаванию и впервые в истории белорусского плавания стать самым юным мастером спорта международного класса. Мы очень много работаем, поэтому работа прошла не зря. Удалось достичь таких результатов путем работы, путем того, что у нас очень хороший центр построили в Бресте, очень хорошее руководство, которое слышит и понимает нас, поддерживает. Поэтому все общими усилиями удалось достичь таких результатов пока. Сезон 2017 года для Анастасии Шкурдай стал по-настоящему звездным. Ее коронный стиль «Баттерфляй» принес золото и серебро Европейского юношеского олимпийского фестиваля в венгерском Дьоре, где спортсменка установила два рекорда. В активе Насти золото чемпионата Европы среди юниоров в Нитании и четвертое место чемпионата мира среди юниоров в Индианаполисе. Белорусская русалочка переписала и установила 17 юношеских рекордов Республики Беларусь и при этом не собирается останавливаться на достигнутом. В этом году я первый раз плыву на взрослом чемпионате Европы со взрослыми ребятами, с членами национальной команды. И, конечно, тоже хочу показать максимальный результат. Я стремлюсь плавать все дистанции, как комплекс, кроль, брас, всеми способами. Стараюсь тренировать вторую половину дистанции, как уже говорил мой тренер. Как отметил председатель представительства Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в Брестской области Олег Величко, спорт – это тяжелый труд. Он выразил уверенность, что Настя обязательно поднимется на олимпийский пьедестал. Слова поздравления и напутствия прозвучали и от областной федерации плавания. Это действительно большой труд. Труд не только твой, но и труд тренера твоего. Потому что от того, как он грамотно тебя направит, подскажет, грамотно составит твою программу, зависит в том числе и твой результат. Поэтому трудись, и все у тебя получится. Для достижения высоких результатов брестским спортсменам созданы все условия. Об этом говорили все, кто пришел поздравить спортсменку с победой. Несмотря на уже достигнутые результаты, Настя еще в самом начале своей спортивной карьеры. На самом деле все только начинается. Путь сложный. В этом году Настю включили состав национальной сборной. Мы в декабре вместе едем в Данию на взрослый чемпионат Европы. Целей и задачи мы там никаких не ставим. Это будет первый опыт выступления на взрослых соревнованиях. Поэтому основная задача – это набраться опыта. А основная подготовка в этом году – это в октябре месяце будут юношеские олимпийские игры. Она будет выступать младшим возрастом, но мы все-таки будем пытаться тоже там как-то себя проявить. Впереди у Анастасии Шкурдая и ее тренера Ольги Несинович важные старты. Спортивный тандем будет пробовать свои силы на взрослых чемпионатах. Для этого у спортсменки и ее наставника есть и силы, и желания. А еще мотивация на успех. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». Это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании «Бук-ТВ.БЮА», а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, «Бук-ТВ» вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения «Зала», включив 111 канал. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. В ближайшие два дня на улице станет ощутимо холоднее. 8 октября город Брест будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Утром и днем скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с территории Польши. Ночью облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют дожди. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах 6-8 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 11. 9 октября ночью сохранится влияние фронтальных разделов. Днем с акватории Балтики ожидается поступление неустойчивых прохладных воздушных масс. Ночью и утром дожди. Днем их интенсивность понизится. Температура воздуха ночью 4-6 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 9. Субтитры подогнал «Симон»!